Добрый вечер. Это больше чем новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Сегодня Югра вместе со всей страной отмечает поистине великий праздник. 79 лет, как советский народ дал этому миру День Победы. Его приближали жители Большого автономного округа. Из Югры на фронт отправились 17 890 человек. Больше половины из них не вернулись домой. Они погибли в боях, умерли от ран в госпиталях, пропали без вести. Победу ковали и в тылу. На предприятиях в три смены трудились тысячи югорчан. В основном это были женщины и дети. По 16 часов в день они заготавливали рыбу, пушнину, древесину. Все это отправляли на фронт. Барсы подняли в небо редкое количество портретов бессмертного полка. Почти 10 тысяч фотографий разместили на семи самолетах. Пилотажной группе Барсы пришлось даже добавлять в эскадрилью еще одну летающую машину, чтобы отдать дань памяти всем героям. При этом пилоты сообщают, что портреты им присылают не только жители Югры, но и других регионов. Благодаря этому акция «Бессмертный полк в небе Югры» получила почти всероссийский масштаб. Отмечу, что в этом году впервые на бортах самолетов появились и фотографии участников специальной военной операции. Сегодняшняя акция, которая проходит в данном случае, она важна для нас, как для всех матерей, чьи сыновья погибли при выполнении специальной военной операции. Наши дети пополнили ряды своих дедов, своих прадедов. Как бы это ни прискорбно было, но они выполняют свой долг, свой мужской долг. И для нас действительно это гордость. Мы гордимся своими детьми. Для нас это честь. Мы с гордостью несем память о своих детях. Мой прадед – это Барсов Семен Петрович. Он прошел всю войну. Его призвали в самом начале, в июне, с города Пензы. После чего он прошел всю войну прямо до Берлина. У него были две медали за отвагу. Бессмертному полку быть Нижневартовск не остался без горячо любимой жителями акции. В целях безопасности вместо массового шествия каждый желающий мог выбрать удобный для себя вариант ее проведения. Рассказать о герое через соцсети, разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде, бейджи или в окне квартиры. Но это еще не все. 7 мая в Нижневартовске портреты героев Великой Отечественной можно увидеть на городских автобусах. Ирина Тукаева со своей семьей каждый год принимает участие в шествии «Бессмертный полк». В их большой многонациональной семье войну прошли сразу три деда. Их истории восстанавливали по крупицам вместе с детьми. То, что я узнала, меня просто ошарашило. Один из дедушек, у нас Тукаев Меневали, он с поля боя выносил своего командира. Был ранен, командир, к сожалению, погиб. Дедушка пролежал сутки в холодной воде, но все-таки выжил. Другой дедушка совершил подвиг. Город Тречица. Три дня было ожесточенных боев, в которых они были победителями, потому что это очень был важный пункт для осады немцев на берегу Днепра. Еще один дедушка семейства Тукаевых служил в пехоте. Выслеживал парашютистов и был удостоен ордена за совершенный подвиг, детали которого восстановить потомкам не удалось. В этом году в Нижневартовске от традиционного шествия «Бессмертный полк» отказались. Но портреты героических предков вартовчан все равно будут на виду. Акцию решили провести, разместив их на городских автобусах. Была очень рада, для меня большая гордость, что на автобусах, причем таких новых и красивых, будет проходить вот такая акция. Узнала об этом первый год и сразу же приняла участие. И все мои родственники в других регионах, Самара, Башкирия, Уфа, ждут с нетерпением фотографии автобусов с нашими дедушками. Если для Нижневартовска такая форма проведения акции «Бессмертный полк» в новинку, в других городах присутствие. Компания-перевозчик использует ее не первый год. Учитывая, что в этом году не получается поддержать «Бессмертный полк» ногами, поэтому мы делаем это так, как можем. Я думаю, что эта акция навсегда, она всегда должна быть в нашей памяти, в наших сексах. И чтобы память как можно дольше сохраняла, нужно, конечно, визуализировать это на всех возможных поверхностях, ну и ногами, насколько это возможно, приносить цветы, возлагать цветы к памятникам. И так что, конечно, это навсегда. Автобусы, украшенные портретами героев Великой Отечественной, будут курсировать по городу до конца мая. А для создания особой атмосферы в каждом из них звучат песни военных лет. Регина Гауф и Евгений Лоскутников специально для программы «Больше чем новости». Историческая память тонкой нитью связывает настоящее с прошлым. Без памяти, как писал психолог Рубинштейн, мы были всего лишь существами мгновения. В архивных записях, на пожелтевших листах и музейных находках, которые десятилетиями живут в витринах, люди видят подлинные отпечатки времени. Для одного это уникальный экспонат, для другого — единственное материальное напоминание о родном человеке. Порой на поиски информации уходят годы. Сюжет о том, как люди настоящего пытаются наладить связь с прошлым и собрать историю по крупицам. Смотрите далее. Семейная история хранится не только в фотоальбомах и на записях старых видеокассет, где все еще молодые, где прабабушка еще жива. Часто родственникам приходится обращаться в архивы. Здесь сотрудники фонда помогают им заполнить оставшиеся исторические пробелы. А бабушка родилась здесь, да? Нет, в городе. В округе. А призывалась тоже? Призывалась она в городе Омск после. И потом я сюда распространялся. Мой одногруппник Игорь часто рассказывал о своей прабабушке. Он даже написал о ней заметку в газете. Всей группой зачитывал материалы о Валентине Дмитриевне. Она в годы войны трудилась на городском рыбзаводе. Уже не первый год Игорь собирает информацию о ней, ищет фамилию в заводских и даже похоронных списках. Она пережила войну, но ошибки в документах исключать тоже нельзя. Документы нужно узнать, фамилию, которые готовят документы уже по рыбзаводу. Он никогда не видел Валентину Дмитриевну. Знает ее историю только по рассказам мамы. В детстве маленькому Игорю часто пели песни, которые в годы войны исполняла прабабушка Валя. Мы собираемся даже на день рождения у моей бабушки сейчас уже осенью. И у меня бабушка постоянно с мамой вспоминают эти песни, которые пела бабушка. Вот это река Волга, который, насколько я помню, про река Ии, различные военные песни, которые бабушка любила петь. Среди документов городского архива мы не нашли нужной информации. Хоть Истякова Гульска был когда-то частью Омской области, где работала прабабушка Игоря, ее документы хранятся в других источниках. В таких случаях надо продолжать поиски в электронных ресурсах. Он может просто зарегистрироваться в электронном архиве Югры и найти эту информацию самостоятельно по запросу, по поисковой базе, либо обратиться к интернет-порталу «Победа одна на всех» и получить информацию об участнике Великой Отечественной войне, труженике тыла. На Всероссийском портале «Подвиг народа» хранятся данные о всех бойцах Советской армии. Также официальные документы в оцифрованном виде можно найти в электронных запасах городских и областных архивов. Здесь тоже списки участников Великой Отечественной, персональный вклад жителей округа. Архивные запасы Югры постоянно пополняются. В этом сотрудникам фонда помогают не только историки и родственники бойцов, но и школьники. В первой школе имени Юрия Георгиевича Сазонова работает поисковый отряд «Ровесники». Его участники выезжают в экспедиции по местам боевой славы. Всё это было затеяно ещё в 60-е, 70-е годы Юрием Георгиевичем Сазоновым, который непосредственно являлся участником Великой Отечественной войны. И после войны он пытался найти места захоронения своих сослуживцев, выпускников этой школы, учеников, учителей. Поэтому активные поиски начинал он вести. Активная молодёжь Югры продолжает дело Юрия Георгиевича. Ежегодно летом отряд поисковиков «Ровесники» проводит раскопки и собирает полезную для родственников бойцов информацию. По номерам документов, по номерам самолётных двигателей и другим точечным подсказкам они выясняют личность погибшего солдата. Благодаря работе добровольцев потомки без вести пропавших героев узнают историю своих родных. Мы, во-первых, проводим очистку, смотрим, как бойц лежал, проводим фотофиксацию, потом на баннере делаем очистку, складываем сам человек, что не хватает там, что есть. Указываем это в документации и в протоколах. Эти протоколы потом уходят в региональный центр поисковых формирований. Неравнодушные к своей истории люди по крупицам собирают информацию. Одни приходят за помощью к сотрудникам архивов, другие на месте ищут вещественные подтверждения событиям, которые произошли больше 70 лет назад. Тысячи людей выходят на поиски, чтобы найти своего героя. Александра Иванова, Ильдар Муратов, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Хантамансийск. Когда в Югре появился первый мемориал воинской славы? Откуда в наш округ эвакуировали детей в войну? И чем земляки поддерживали иммунитет солдат? Эти и другие вопросы вошли в викторину победы, организованную мультимедийным парком «Россия. Моя история. Югра». Екатерина Нефедова с места событий расскажет подробности. 15 вопросов. Главный приз посещения мультимедийных экспозиций. Проверить свои знания о Югре времен Великой Отечественной войны решили почти сотня сургутян и гостей города, включая ветеранов СВО. Исторически важное мероприятие нацелено просветить югорчан, о помощи фронту и мирному населению, подвергшемуся геноциду со стороны фашистов. Интересный факт. В период блокады Ленинграда в Югро эвакуировали почти тысячу детей. Кто-то из них обрел здесь второй дом, а кто-то вернулся в Ленинград после прорыва блокады. Почему важно помнить историю родного края и великую победу, нам расскажет Андрей Никитин, заместитель генерального директора мультимедийного парка «Россия. Моя история. Югра». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Действительно, историческая память – это та самая вещь, которая дает нам плотную основу под ногами. Если мы забываем про свою историю, вслед за этим сразу не бывает пышных мест, которые мы об этом забываем и ее начинают заполнять. Поэтому знать историю Югры, России, всемирную историю, мы с вами не просто должны, мы обязаны. Это дает нам сил, это дает нам уверенности и твердую плотную под ногами. А начинается все, конечно, с истории Югры к родному краю. Как у нас говорят, узнать Югру, полюбить Россию, вот узнать историю Югры и любить историю России. Отмечу, что викторину также провела и губернатор Югры Наталья Комарова, которая задала два первых вопроса. Герой Советского Союза Иван Корольков получил это высокое звание за участие в боях за Днепр. Он лично уничтожил в этих боях больше ста фашистов. Сам он родился на берегу другой великой реки Аби, маленькой деревеньки. Так зовут эту деревеньку. Спасибо, Александр. Расшири еще один. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания Югра. Югорчане кормили советских солдат стерлядкой и муксуном. Редкие породы рыб вылавливали в Югре и без остатка отправляли на фронт. Вместе с рыбными консервами доходили овощи, огурцы, картофель, морковь. Югорский тыл сделал все возможное для Великой Победы. Екатерина Нефедову узнала, как одесская рыбоконсервная фабрика стала сургутской. Кто бы мог подумать, но в одном из самых речных регионов страны фабрика по производству рыбных консервов появилась лишь во время Великой Отечественной войны. Сюда, в отдаленную от фронта Сибирь, эвакуировали оборудование с одесской фабрики. Единственный случай перевозки промышленного объекта на север. В 1942 году территория Западной Украины оккупирована немцами. В скором времени все необходимо оттуда увозить. И не нашлось лучшего места для такого предприятия, как сургут. Потому что мы понимаем, что здесь промыслы, огромное количество рыбных кооперативов, которые занимаются выловом, заготовкой рыбы. И в связи с этим сюда его вывезли, установили. У нас есть документы по этому поводу, которые это подтверждают. А что в документах написано? Давайте прочитаем. Да, здесь в контексте у нас сказано, что огромные средства были вложены в рыбную промышленность района. Частично расширена материально-техническая база. Вновь организованы 4 рыбоучастка, 11 рыбоприемных пунктов. Также построена и пущена в эксплуатацию сургутская рыбоконсервная фабрика. В отчетных документах за 1943 год указано, что сургутская рыбоконсервная фабрика отправила на фронт более 5,5 миллионов банок. Это не только окуни, но и редкие муксун и стерлядь. Деликатесы служили отличным источником белка для советских бойцов. Также у нас много есть свидетельств о том, что у нас отправляли отсюда, для меня это лично удивительно, к примеру, огурцы. То есть у нас регион такой, так скажем, не сельскохозяйственный, но вот в летнее время устанавливались, выращивали помидоры, огурцы, морковь даже отдельными пунктами. Понятно, картошка. И тоже отправляли в таком, так скажем, натуральном виде на фронт. То есть у нас регион всецело помогал делу Великой Победы и, конечно, в этом полностью участвовал. Рыбоконсервная фабрика в Сургуте на базе одесского оборудования просуществовала 70 лет. За это время здесь выпустили 320 миллионов банок консервов. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости». Югорчане возложили цветы у мемориала славы в Авдеевке Донецкой Народной Республики. Монумент посвящен освобождению Авдеевки от фашистов. В первый раз город освободили 8 сентября 1943 года. Второй спустя 80 лет, 17 февраля 2024 года. Кроме того, в преддверии праздника в Авдеевке восстановили памятник воинам-освободителям, советским солдатам. Его разрушили вооруженные формирования Украины при отступлении. Югорчане поучаствовали в судьбе этого мемориала. Средства собрали менее чем за месяц. Также в Авдеевке продолжает нести службу гуманитарный добровольческий корпус, помогая местным жителям восстанавливать храм, привозя людям горячую еду и передавая коробки добра. Они провожали учеников на фронт, получали похоронки, уходили сами. Учили детей без скидок на войну и не передавали свои идеалы. Как работали учителя-фронтовики и какие уроки жизни преподавали поколению – подробнее в следующем материале. Юрий Георгиевич Сазонов ушел на фронт после девятого класса. Всю войну прошел разведчиком. Ему посчастливилось вернуться домой, в родную школу, где вскоре он стал директором. На фронте он и подумать не мог, что когда-нибудь возьмет в руки классный журнал. Напротив фамилии своих одноклассников там будет стоять лишь одна запись – погиб. Всегда четко знал проблемы практически каждого ученика своего. И с годами, когда эти ученики уже становились выпускниками, всегда было очень трепетно смотреть на него во времена встречи с выпускниками, на вечере встречи выпускников. Сегодня в первой школе имени Юрия Сазонова расположен музей. Здесь представлены только подлинные экспонаты. Так Сазонов собственноручно создавал историю, сохранял память о погибших ровесниках. Тысячи писем, похоронок, военные атрибутики и даже хлеб из блокадного Ленинграда – все это труд созданного им поискового отряда «Ровесники». Действительно, Юрий Георгиевич был очень одержимым человеком с точки зрения увековечивания памяти именно тех выпускников, тех учеников школы, которые, может быть, даже и не успели закончить школу, но добровольцами ушли на фронт, и его главным делом стало – это увековечить их память и пройтись по местам боев, где служили и где похоронены наши выпускники. Учителем по призванию был и Георгий Величко. Еще школьником он обучал солдат грамоте в татарском 35-м полку. На фронт его призвали в мае 1942-го, а в декабре после ранения он лишился ноги. Под его руководством учились и выпускались те, чьи имена знают по всему миру. Хантыйская сказительница Мария Волдин рассказывает, как учитель уберег ее от ошибки. Не дал уйти из школы, когда в семье будущей поэтессы отец лишился глаза. Тогда девочка специально начала учиться на одни единицы. Рядом сел и говорит, что случилось? А я ей вот так лохотим говорю, меня исключите, а я ведь на одни единицы учусь. Он опять задает, что случилось? Вот раз за три так, что случилось? А потом я говорю, меня отпустите. И достала это неграмотное письмо от сестернычки нулевого класса. И говорю, вот у меня что-то папа, я говорю, я буду помогать. Он, значит, вот так мне похлопал маленько по плечу, мягонько. Говорит, какая ты помощница, говорит. В общем, вот закончишь педучилище, станешь учительницей. Вот тогда ты помощница. Больше 20 заслуженных учителей в Югре вернулись с фронта и продолжили свою трудовую деятельность. Учителя-фронтовики смогли не только внести непосильный вклад в победу, но и сохранить память о тех, кто уже никогда не вернется назад. Лера Федосеенко, Владимир Дадыко, Виктор Сивков. Больше чем новости. На стене Рейхстага было написано «Сургут». Это стало известно из личного дневника с воспоминаниями коренного жителя Югры, подполковника Михаила Кушникова. Он был непосредственным участником берлинской наступательной операции, которая завершилась 2 мая. После Великой Отечественной войны Михаил Иванович переехал в Белгород, где и записал свои воспоминания. Сейчас его дневник хранится в Сургутском архиве и является ценнейшим экспонатом, ведь содержит эксклюзивные данные. 2 мая 1945 года гитлеровские войска в Берлине были разгромлены. Остатки его гарнизона взяты в плен. Полк закончил бои недалеко от Рейхстага. Некоторые офицеры, сержанты и солдаты поставили свои подписи на стене Рейхстага. В том числе и я нашел местечко и написал на стене «Сургут». Это очень интересно, что имя нашего города, на тот момент еще села, тоже побывало на стене Рейхстага, и что наши местные жители, ветераны, смогли внести свой влеп туда в победе над врагом. События Великой Отечественной войны не обошли стороной ни один уголок нашей Родины. Западный Урал и Сибирь наравне с остальными принимали в них участие, несмотря на то, что боевых действий здесь не велось. Однако сотрудники милиции, как и вся страна, работали в условиях военного времени. Тысячи из них хотели уйти на фронт, но кому-то надо было остаться здесь и охранять порядок на мирных территориях. О них и пойдет речь в сюжете Антона Войтовича. Ирина Щербакова занимается музейной деятельностью всего 7 лет. Но за это время подведомственный ей музей полиции Югры буквально преобразился. Значительно вырос его фонд, архивные фотографии, документы, личные вещи сотрудников. Все это полностью отражает историю ведомства с царских времен до сегодняшних дней. Здесь у нас, конечно, предметы быта, которыми наши бойцы воевали на фронтах, но все равно нужно было как-то свой досуг устраивать. Это и песни пели, играли на гармошках, варили вот в таких котелочках, варили себе ужин и обед. Вот в таких фляжах они пили воду. Кстати, обратите внимание, цвет чехла фляжки, то есть это действительно НКВД. Это не какая-то военная фляжка, а чехол, получается, принадлежность к органам внутренних дел здесь явно прослеживается. Музей помогает пролить свет на происходящее в Югре во время войны. Документов сохранилось не так много. Все они разбросаны по архивам разных регионов и семейным коллекциям. Но здесь буквально по крупицам восстанавливают историю, кто и как охранял покой югорчан. Воровство, убийство, как я уже сказала, дети под преступный элемент попадали, это тоже воровство. То есть приходилось бороться, ночами не спали люди. Бывало такое, что продавцы забирали выручку домой, и не просто они домой ее относили, а шли к милиционерам и отдавали им на хранение, потому что неизвестно было, вернутся они домой с этой выручкой или нет. Годы войны стали особенно тяжелым временем для органов внутренних дел. А милиционеры в это время своих детей оставляли дома, оставляли с ружьем, потому что если, не дай бог, кто-то из преступников придут, чтобы дети могли хотя бы как-то отбиться. Кроме обычных уголовников, орудовавших по всей стране, в Советский Союз хлынули диверсанты. Их ликвидация стала чуть ли не первостепенной задачей для милиционеров. Во главе борьбы с преступностью в Ханты-Мансийске тогда стоял Василий Куликов. Это был 1942 год, и было для него непростое время. Тогда была такая непростая страница истории, когда наш российский генерал-предатель Иван Бессонов попал в плен к немцам и решил создать диверсионный отряд. То есть он предложил немцам разрушить Советский Союз изнутри, с тыла. Для этого суть была в чем? Диверсионные отряды должны были высадиться в лагерях, тюрьмах в тех местах и разоружить охранников, вооружить заключенных и поднять на восстание. И одной из точек высадки десанта, вот этого диверсионного, был Абдорск, Березово и Самарова как раз. Это часть известного плана немцев под названием Цепелина. Диверсанты подразделялись на четыре группы. Одна разведывательная, вторая пропагандистская, а также повстанческая диверсионная. Апогеем этого плана должно было стать убийство Сталина. Он был награжден именным пистолетом системы Коровина. Это была на тот момент очень высокая награда. Не каждый мог получить эту награду. Плюс он был награжден за ликвидацию повстанческих группировок, за ликвидацию профашистских различных группировок. Вот на этом месте располагалось здание отдела милиции в то время. Сложно поверить, но в годы войны численность сотрудников Ханты-Мансийского отдела НКВД была всего 12 человек. Вот как раз у меня в руках архивный документ. Это расстановка личного состава окружного отдела НКВД. Здесь оперуполномоченный всего один, а также пожарный инспектор, паспортист и секретарь щитовод. Сегодня сотрудники ветерана МВД занимаются поиском информации о наших земляках, как воевавших на фронте, так и работавших в тылу. Десятая дивизия НКД формировалась у нас с января месяца. Она была предназначена для охраны при фронтовой территории. В этой дивизии было шесть полков. Мы работаем с архивами, чтобы выяснить наших земляков, которые участвовали в обороне Сталинграда. В 10-й дивизии численность сотрудников НКВД с пяти полками было 5 783. К октябрю месяца в живых осталось в дивизии всего 200 человек. Сегодня органы внутренних дел уже не те, что были раньше. Кратно возросла численность, а после реформы и название поменялось. Но вот что осталось неизменным – это понятие чести, долга и трепет, внушаемый преступником. Антон Войтович, Екатерина Нефедова, Виктор Севков. Телеканал «Югра» специально для программы «Больше чем новости». Подвиги медицинских работников – особая страница Великой Отечественной войны. За четыре года они вернули в строй около 17 миллионов раненых и больных. Рядом с солдатами медики шли в атаку. Без еды и сна оказывали помощь, спасали жизни. А иногда – ценой собственной. Мой коллега Дмитрий Пришвицин решил рассказать о подвиге югорчанки – санинструктора Елены Артеевой. Осенью 1942 года она со связкой гранат бросилась под танк, который прорвал линию обороны и двигался к санитарной части. Премьера документального фильма запланирована на осень. Но пока предлагаем посмотреть первый трейлер. Из-за озера слез пристально смотрят шесть монументов, которые показывают непостижимый для захватчиков феномен Сталинградской победы. Героизм, самопожертвование, чувство долга перед Родиной. На одной из них изображена скульптура медсестры, которая выносит с поля боя раненого бойца. Их вклад в общую победу неоценим. За годы войны наши врачи спасли и вернули в строй около 17 миллионов солдат. В 1941 году она окончила фельдшерскую акушерскую школу Хантамансийска. Получилась специальность фельдшера. Этот кошелечек очень старинный. Я даже не знаю, с какого он года. Вот здесь получается фотография Елены Ильиничной. Она отправила письмо моей бабушке. И, значит, подписала фотографию на память дорогой сестре Марьяне Федоровне. Все письма Елены Ильиничной-Артеевой отражают ее очень короткую фронтовую историю. Мобилизовалась она в марте 1942 года. Попала на фронт, то есть вот в конкретные боевые действия уже в августе. Лена, слышишь? Он близко. Танка, грохочущий вой. Ну, отползи же с дороги. Должна ты остаться живой. И в тот же миг, швырнув в него гранату, солдат смотрел, как силою огня пробит мотор. И загорелись баки. И раскрошилась грозная броня. А вот буквально в сотне метрах от этого места стоит школа, где училась Елена Артеева. Этому сооружению более сотни лет. И там до сих пор проходят занятия. Правда, только по музыке. А вот соседняя улица названа в честь югорчанки, героически погибшей под Сталинградом. А потом улицу, когда назвали, вообще так всем радостно, хорошо было, что вспомнят, чтят память погибшей. Мне кажется, все жители нашего поселя, села Сарампауль, они все дня гордятся подвигами Лены Артеевой. Память о подвиге советского народа и радость от победы перемещаются во времени вместе с музыкой. Песни, посвященные Великой Отечественной войне, неважно, написаны ли они были в начале 40-х или позже, и сегодня продолжают мотивировать на подвиг и пронизывают до мурашек. А тех, кто сегодня исполняет темную ночь и в землянке, и тех, кто продолжает дело поэтов-фронтовиков, материал Натальи Соловьевой. Ежегодно в Сургутской филармонии к 9 мая готовят концерт военной песни, родной для музыкантов репертуар. Практически у всех артистов за плечами служба в военных оркестрах. Я попал в южную группу ВУЗК, это Венгрия, и там служил в оркестре почти 6 лет. Утренний развод – это обязательно под оркестр, потом строевые занятия, и ведь там развод караулов, и так далее. Приходилось и дирижером быть, и замполитом, и инженером, но 20 лет я отдал. Военный пенсионер теперь. Вот продолжаю военно-музыкальную стезю. В далекие века оркестр шел первый. Он, кстати, и погибал больше всех, потому что они шли с призывом. Оркестр шел первый, и большие потери нес именно военный оркестр. Естественно, на сегодняшний день, скажем так, военные действия происходят по-другому, но оркестр не теряет своего нужного качества, потому что это все-таки призыв в музыке. Всех писен, написанных по мотивам военного времени, не переслушать. Поэтому ежегодно в программу концерта попадает дюжина. Традиционно «Ехал я из Берлина» или «День Победы». Последняя композиция, кстати, появилась на свет в 70-х. Песня с характером, которая спустя десятилетия будоражит слушателя. Те же фанфары трубные, которые, те же звучащие контрапунктом баритоны, те же тромбоны, которые тоже передают характер. Та же ударная установка, которая все в характере этого произведения и все вот это вызывает те эмоции, которые мы называем мурашками. Ну, соответственно, и какие-то воспоминания. Музыка, которая помогала в страшное время выстоять, победить и сегодня сподвигает на подвиги кларнетист Андрей Еремин недавно вернулся из зоны СВО. Там служил добровольцем и знает, какую музыку сейчас слушают на привале. Так же, как и на гражданке, каждый слушает то, что ему нравится. То есть это кто-то рэп слушает, кто-то слушает шансон тот же самый, как бы все по-разному. Кто-то военные песни слушает уже современные, там, более так, боевой дух, чтобы держать. На Украине родился именно на, а не вы. Я в шоке от многих, какими циничными, все же теперь стали вы. Композиции югорского рэпера Парома тоже поддерживают боевой дух. Первый же трек набрал в Телеграме за два дня больше 600 тысяч просмотров. Потом были совместные песни и даже концерты в регионах, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения. Я всегда говорю, что рэп это голос улиц, голос народа. И как сейчас писать про что-то другое, про какие-то клубы, развлечения. Я пишу про то, что чувствую, то, что сейчас происходит. В военное время музыка как оружие поднимает боевой дух, мотивирует на подвиги, а в мирное не дает современникам об этих подвигах забыть. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, Владимир Гайнзе. Специально для программы «Больше чем новости» Сургут. И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале Югра.